короче девочки послушайте меня девочка конечно из германии как вас зовут девочки из германии прям подзадорила прям я не знаю прям вытащила все свои закрома вспомнила как делать с хромами джайны и даже пошла нашла себе вот такие дизайны сейчас подожди вот такие вот так амелинка амелинка вот ажур да не знаю даже как тут это ну в общем делаются они с хромами давайте по посмотрим как это делается со снежинкой например да давайте ну что-нибудь сделаем такое интересное со снежинкой хорошо да мы поняли на вот эти дизайны я вытащила с хромами а то на самом деле они стоят стоят эти хромы стоят 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 ой здравствуйте анечка милая присоединилась к нам в трансляцию ферст гель германия здравствуйте очень мы рады вас видеть мы сейчас поработаем хромами их продавать ну давайте продадим купили и опять давайте продадим привет анечка привет здравствуйте вот анечка из германии основатель и разработчик фирмы ферст гель с нами поздоровайтесь девочки так и начнем значит мы с вами работать возьмем ну вот привет значит возьмем ну какой-нибудь такой не поверишь я сегодня тоже буду закрытый курс давать анюта это очень хорошая информация закрытый курс конечно очень хорошо но мы тут прям сейчас экспромтом будем делать открытый курс по одному дизайну потому что очень-очень из германии девочка меня просит вот как раз как раз здравствуйте девочки ну в смысле да мы тоже все они как бы я не а не милая а не да это паста им паста да и мы как бы давайте сегодня сделаем снежинку но нам нужно да всем привет девочки пожалуйста если вам не жалко поделитесь трансляции поделитесь информацией да большое спасибо большое большое спасибо анюта давайте делаем какую-нибудь такую стилизованную снежинку чтобы прям вот в этот наш кружок появился поместился наш большой шарик вот паста без липкого слоя до паста без липкого слоя и она такая довольно таки густая это паста без липкого слоя конечно это все нужно делать и рисовать очень очень аккуратно но люди меня могут простить и понять потому что я в принципе работаю под камеру и это все не так не так легко бороздку это нужно делать довольно таки довольно таки большую крутую такую прям чтобы это был чтобы это был объем вот сюда в эту дырочку будем мы с вами ложить шарик теперь надо придумать девочки куда с какого перепуга нам ложить вот эти вот эти вещички под камеру да нет это точно сейчас я с вами придумаю что мы будем делать так как это у нас зимняя тема до прям выкладываем бороздку одну раз бороздку вторую 2 до бороздку 3 3 вот и пошли рисовать нашу снежинку отсвечивает наверное да девочки ничего сейчас я быстренько постараюсь вам нарисовать и эффект и эффект хром до чтобы всем был понятен я сейчас хочу сделать такую фишечку сейчас вы все это поймете в чем смысл да здравствуйте девочки всем привет кого с кем еще не поздоровалась да мы делаем такой прям объем прям ложим потому что у нас мы сейчас будем снежинку делать с хромами вот я правда ну я помню как это все делается но сейчас вот не девочка прям меня прям хорошем смысле слова под задурила и говорит ну что давай с металликами как вы их называете металлики или или как это называется моменты эти гели металлизированные гели или как хромы да вот ложим прям такой объем 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 здравствуйте мальчик который так некрасиво с нами разговаривает вы так не разговаривайте больше пожалуйста потому что мы вас можем тоже туда же отослать и будете вы спрашивать такие же вопросы у кого-нибудь уже у другого ну да пупсик знаете сколько таких пупсиков так девочки теперь пошли выкладывать как-нибудь красиво эту снежиночку как вам удобно да на белом фоне вот раз-два-с-два-с-два-с-два-с-два вот самое интересное еще впереди просто имейте немножечко терпения я вам сейчас сделаю только основу самый интересный момент в этой снежинки впереди мне нужно просто сейчас так как я работаю под камеру это все не особо быстро самое главное не напортить знаете можно и подсушить сделать какую-то промежуточную просушку вот и мы это наверное будем серебром делать так как это у нас снежинка да мы будем это все делать серебром конечно же нужно делать аккуратненько не никуда не торопиться на так как я уже здесь во второй трансляции особо сильно не располагаю временем давайте мы с вами попробуем постараемся сделать красивешно так вот сделали такой объем сделали такой объем давайте вот это просушим это просушим просушняк просушим теперь самый интересный момент в этом в этом дизайне это как говорится моя фишка берем топ без липкого слоя до без липкого слоя вот у меня в трансляции присутствует анечка милая вот скажи вот к ней вопрос обратитесь представители first геля в москве по поводу зайчика зайчик у меня есть трансляции даже как его делать вы просмотрите да вы просмотрите мои трансляции там все подробненько указано как делать этого зайчика прямо не где-то ухвы как панли по немецки разговариваете это интересно значит смотрите у нас где-то есть вот такой шарик сейчас мы его поймаем прям в этот центр стопом а вы еще раз делайте сделайте еще раз да еще раз попробуйте сделать вот вот такой у нас здесь шар небольшой ли он спрошу я у вас подожди если он большой давай возьмем поменьше если у нас поменьше нету у нас поменьше да у нас все есть на поменьше это хорошо пускай будет такой значит так пускай будет такой он даже интереснее окей его до его прям немножко подфиксируем на прям искупаем в этом подфиксируем чтобы он стоял и и танки видео блять о боже мой анюта что такое блять расскажите я же в школе немецкий тоже же учила блять бляйбен нихт бляйбен кошмар ужас забыла немецкий останется точно точно бляйбен это останется спасибо спасибо девочки дальше смотрите вот такая крошка это тоже для объема да вот прям в этот вот в нашу капельку немножко вносим этой крошки вот так вот закроем бляйбен видео бляйбен закроем чтобы не рассыпать и берем нашу эту крошечку давайте проэкспериментируем как тут получится и прям вот сюда прям вставляем и и вот так да так как это без липкого слоя распределяем как мы посчитаем нужным посмотрим положим сюда и потом посмотрим как это у нас по пойдет дальше это мелкие бульонки да это мелкие бульонки беленькие такие очень классные бульонки я не помню давно их купила но вы можете даже не беленькими бульонками пользоваться а пользоваться все что у вас есть под рукой нам в принципе нужен тут только объем мать и нам нужны вот какие-то такие шарики можно обыкновенных бульонок сюда но так чтобы их не было много давайте вот сюда их положим разложим везде нам нужен объем ну то есть чтобы он был но это еще не все этот вот шарик который должен быть серии сиреневый просто я тут по-быстрому его как-то нашла а так вы вообще-то в принципе можете какой-то другой взять я не знаю какой-нибудь беленький потому что я честно говоря сомневаюсь как он будет сейчас под хромом себя вести но мы это посмотрим да теперь вот такая снежинка чего не хватает а знаете чего не хватает смотрите с этой стороны то у меня не домазана снежинка не доделано пошла бы тоже тоже мне мастер с этой стороны то не доделано снежинка раз два но это просто такие недочеты именно неудобства в видео трансляции потому что делаю я это под а я заметила мастер-хломастер да короче говоря вы понимаете все равно хромы надо перекрывать они не будут носиться не будут честно вам говорю давай посмотрим может под натыкаем подожди давай вот это вот про немножко просушим там у нас уже чуть-чуть буквально шарик нужно брать поменьше объемом возьмите другой какой-нибудь шарик или просто какую-нибудь стразину потому что вот здесь у меня сейчас покажу вот поближе вот здесь у меня по центру лежит вот по центру лежит он такой мелкий стразик видите вот вот именно вот вот этот вот черный если может понятно вам а по бокам у меня вообще какая-то лежит крошка вообще сто лет я ее покупала где-то как-то но она все равно очень классная пригодилась вот тоже объем такой интересный ну давайте делать может еще где-то бульонок понакидать как вы думаете девчули про королевскую снежинку это конечно очень спасибо давай еще где-нибудь понакидаем вот таких вот небольших пускай будет как снег да вот он у нас вот такой снег будет посмотрим если будет красиво оставим если не будет красиво уберем везде везде потому что чем больше объема у нас в таком дизайне тем интереснее конечно же давай вот здесь вот еще каких-нибудь и вот тут вот еще по накидаем да ну и все и делаем тогда сам дизайн с с хромом вот прослушиваем прослушиваем и я так думаю что наверное хром возьмем мы все-таки а где тут мои хромы серебряный да потому что золотой как-то не не пишется в тему зимы у нас как у нас тут не пишется на давай возьмем серебряный окей давай возьмем серебряный мы его намешаем сейчас немножко взболтнем девочки всем привет спасибо за сердечки если вам не жалко поделитесь пожалуйста информация трансляция будет очень приятно мы здесь разбираем хромы и дизайна из них это уже вторая трансляция да но сейчас делаем конечно же смертельный номер давайте во ирина без духа это обенд мид это значит где-то что-то с ужином связано до или с ужином или с с вечером обенд это вроде как вечер ну давай покрываем посмотрим что у нас получается о смотрите какая крысота божечки мой вот и хром тоже мы пойдем возьмем вот короче говоря вот этот наш большой пупсик который внутри стоит снежинки вы возьмите поменьше просто я взяла который бомбастишь это тоже по-немецки бомбастишь хоть и из бомбастишь дизайн я я натюрлих бомбастишь дизайн супер я вольт анечка вот такой получился бомбастишь дизайн теперь надо чтобы это все высохло потом когда это все высыхает она начинает более как-то по-другому проявляться но у сейчас вот такое мокренькое но смысл такой что это еще не все это сейчас все высохнет подождем круто фантастишь вот я говорю ихе за ге дас ист фантастишь дизайн хойте хоть это сегодня хоть и из боже помню как я учил немецкий металлайзер гель да металлайзер гель в школе господи боже мой какая у нас была хорошая учительница берута и зидоровна но надо ждать знаете потому что они все таки здесь у меня прохладненько надо ждать не мне так нравится слушать спасибо послушайте надо все таки ждать и я конечно тут по-быстрому эту снежинку наваяла да но вам надо а вы сами откуда а он немец а вы наверно русская до амелинка а засунуть в лампу ну давай засунем в лампу тоже точно же точно давайте засунем в лампу так вот вот девочки берете вот такую вот красоту я тут сердечки налепила а здесь можно делать то что хотите я сейчас вам достану эту крошку но точно сейчас я вам достану где-то она мне совсем недалеко лежит я вспомнила как она выглядит боже ты мой я ее как-то где-то купила и подумал зачем она нужна для чего нужна вот эта непонятная крошка сейчас я все понимаю для чего она нужна вот она вот понимаете вот это да эти кражи вам рисовали сами вот на непонятная крошка что это такое я вообще не знаю это не не непонятно что на эту крошку да она не светится она не блестит ничего я вот прям приспособила вот там где-то вот шершавая да тоже размешала стопом и прям туда ее красиво понатыкала нет это не манка понимаете манка я вам сейчас объясню как как выглядит манка вот манка выглядит вот так вы думаете меня нету манки у меня манок 358 штук вот пожалуйста вот это манка вот она выглядит по другому даже видно вот если я сейчас остановлю что-то такие мелкие мелкие крошечки они одинакового размера вот это называется манка тоже в эти дизайны в эти дизайны они она тоже очень очень классно идет и манка она бывает вообще разных цветов у меня и тоже 385 штук она бывает желтая фиолетовая какая хотите вот смотрите манка какая интересная вот да вот слушайте с этой манкой тоже интересные дизайны можно придумать но это на все нужно время так про что я говорила а вот про это вот про это это вообще непонятно как какой-то песок просто я не знаю что это да это какой-то неизвестный вообще просто песок зачем он нужен для чего это надо и в общем я его этот песок при приноровила вельветин но я не знаю девочки может вы знаете что это такое но это какая-то вот как пыль какая-то непонятно как будто нет он не круглый он разного ну как сказать разного разного разнокалиберные вот он вот такой вот видите он он не круглый ничего непонятно это как будто вот взяли какой-то камень раскрошили его раздробили нет это не бархатный песок точно а какая-то вот просто крошка в общем я его приспособил я долго его приспосабливала он в аквариумных дизайнах вообще не нигде не видно его да а вот здесь это фетиш скупать все подряд даня это это я с вами абсолютно согласна а здесь я его вот приспособила так что ну тоже стопом размешиваю да и как бы вот здесь вот его так красиво положила и он здесь хорошо реально смотрится это разные такие нет он не будет ни розовым ничего он будет так и будет какой-то непонятной массы в общем девочки давайте смотреть что у нас получилось а среди какая у нас получилась снежинка теперь берем дальше берем наш какой-нибудь топ светка ну ты вообще ты такая юмористка я не могу соль ты знаешь я об этом не подумала про соль надо как бы надо попробовать на самом деле может мужу сгодится знаешь посолю как-нибудь ему суп а то ему вечно соли маловато короче говоря берем топ без липкого слоя я только пробую девчонки давайте мы с вами тоже попробуем и и и и и возьмем какую-нибудь кистью ну такую убитую уже какую-нибудь кисточку возьмем не не сильно для вас сам дорогую можно так сказать абсолютно убитую топ без липкого слоя краска без липкого слоя черная вот такая ужасная страшная кисть берем и просто немножко вот так вот разводим до такой до такого момента чтобы она была полу полу темно прозрачная да и так как у нас это это хром то мы его прям вот таким моментом затеняем затушевываем да прям можно вот в эти дырочки во все во все их туда попадно тыкать вот так и он там зальется туда куда надо и получится получится такая вот как называется чеканка что ли как то как это назвать ой девчонки извините это получится как чеканка в общем вид такой как будто это чеканка происходит вот да как то так еще раз и заодно мы эти мы этим делом закрываем да вот наш да боже ты мой давай быстрее бы побольше этого черного и заодно мы вот закрываем наш топ вернее не топ а хром и он заливается во все углубленные места куда нам надо и делает нашу снежинку еще такой более более красивей шный и получается такой вот вид как будто это чеканка а еще можно сделать такой ход конем сейчас я его сделаю сейчас я его сделаю ход конем вот такой вот просто обыкновенной рукой вот так провести вот здесь останется останутся излишки нашего с вами топа без липкого слоя и таким образом вот такой получился дизайн девчонки надо что-нибудь еще до этого дизайна объясните мне расскажите давайте подумаем вместе еще как то что то так просушиваем нас результат устраивает более менее да и вот мне кажется достаточно мне тоже так кажется амелинка я вас удовлетворила ваше ну вот возьмите замутите алую снежинку и потом нам покажите мы посмотрим как это получилось я удовлетворила вас делать я вас лю а я как вас лю 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 люблю люблю лилия юрьевна брик был такой один раз вопрос в кто хочет стать миллионером я думала я сейчас позвоню туда в этот кто хочет стать миллионером и просто закричу что я знаю ответ на этот вопрос в общем у маяковского была когда-то не была когда-то это любовь всей всей его жизни это лилия юрьевна брик сокращенные инициалы l u b да и вот он как-то подарил ей кольцо на котором внутри кольца внутри кольца да внутри кольца вот здесь вот внутри кольца написал эти инициалы l u b 1 за другом за другим буквы l u b l u b l u b l u b l u b и получилось по кругу люблю 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 понимаете какое классное получилось кольцо и это реальная история и вот такой вопрос был задан значит ну игре кто хочет стать миллионером и был написано что было написано в этом кольце значит и вариант его ответа там например люблю хочу могу не могу и в общем а вопрос был нет он не догадался один мальчик который отвечал там или кто-то зритель да он не догадался вопрос был на хорошую такую сумму и мне сестра моя звонит знаешь айка я знаю вопрос этот ответ на этот вопрос игра ты думаешь я не знаю я тоже знаю вот и вы мне сейчас пишите амелинка что я вас лю 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 а мне кажется вот такая ассоциация что значит люблю 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 так девочки большое всем спасибо за внимание хочу поблагодарить анечку милая а я чуть не разбогатела прорекламировать ее прекрасный продукцию прекраснейшую продукцию first гель девочки подожди анюта давай еще раз посмотрим вот у нас да у нас и получилась такая снежинка принцип действия этой снежинки я показала принцип как это делается вот абсолютно биплатно абсолютно я вот это синий хром это серебряный так а здесь был золотом но у меня как-то не дошел ход пишите цена я не знаю сколько взять сколько взять за такую цену за этот так про представители это наверно к к не милая нужно она писала вам просмотрите трансляцию и просто скажите да написала я тоже видела что писала здесь вот была бабочка это такой попытка сделать бабочку да можно очень все что хотите бабочки сердечки снежинки бантики бусинки в общем на что у вас гораздо ваша фантазия пожалуйста на то и делаете так мы сегодня дизайны мы сегодня дизайны наделали так девчонки всем большое спасибо за внимание я побежала потому что у меня там что меня дома ждет серого фон черный да вот здесь темный фон был но здесь был белый пока спасибо анюта пока так все девочки я конечно есть еще вопросы говорите я тогда с вами пообщаюсь не досаливать я муж у меня золото конечно он сидит моим детям со своим детям с моим детям со всеми детями сидит когда я вот когда я с вами этот занимаюсь поделитесь пожалуйста трансляции кому не сложно и не жалко большое всем спасибо за внимание за сердечки буду рада со всеми пообщаться по таким вот адресам на куда он денется конечно же отпустит вот по таким вот адресам так кто-то у меня просил еще показать на чем держится моя моя ла это мой телефон давайте я отцеплю и покажу вот такой вот такое устройство вот посмотрите это самодельное устройство видите накрученная здесь липкая лента вот это дальше пошла пошел штатив на штатив пошел от лампочки вот ведь это здесь сама лампочка вот она лампочка вот видите она еще если при при надобности я ее могу еще открутить если вдруг лампочка да и вот там дальше она вот так вот стоит то есть как бы вот такая у меня конструкция изолента да забыла слово произвел ленту а вот этот сам да вот этот вот сам дайте я вот эту удалю потому что она как-то не хочет это сама прищепка она была заказана из алиэкспресса но она такая неустойчивая что я сама придумала эту конструкцию сделала изолентой и в общем но она мне не нравится она мне не нравится она дрожит вот ну все девчонки спасибо большое за внимание как бы жду вас всех вот по этим адресам у меня есть курс постановка формы без подрезания делаем моделирование моделирование арочных ногтей и онлайн и вживую поэтому я вас всех жду а сейчас большое спасибо за внимание до свидания до телефон у меня samsung ну что ж ты не останавливаешься